И продолжаем сегодняшнее мероприятие. Я с большим удовольствием представляю слово Наталье Валерьевне Борисовой, профессору, доктору филологических наук Елецкого государственного университета имени Бунина и члену организации «Мы из Ельца». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 занимались тем интеллектуально-культурным и духовным феноменом, который является собой наша мужская елецкая гимназия. Здесь я без всякого пафоса, без всякой натяжки хочу сказать, что это действительно феномен. Ну, во-первых, потому что в одно и то же время, в одном и том же месте собрались каким-то чудом, я не знаю, каким-то промыслом нашей елецкой судьбы люди, которые гимназисты, мальчишки, преподаватели, многие из которых стали звездами не только искусства, литературы, поэзии, прозы, но и политики, очень известные политики, ученые, философы, богословы. И получается, что если с этой точки зрения посмотреть, а она совершенно справедлива, на нашу мужскую гимназию елецкую, то оказывается, что вот в конце 19 века, в начале 20, но особенно в конце 19 столетия, она являла собой такой макет русской жизни и духовной, и, так сказать, чисто материальной того времени. Потому что в одно и то же время, в одних и тех же классах, иногда или рядышком учились Бунин, Пишин, достаточно сказать, какие-то большие величины в русской и не только, но и в мировой литературе. Но и, скажем, отец Сергий Булгаков, который золотую медалью закончил нашу гимназию, потом стал впоследствии философом религиозным с мировым именем, не только европейским, но и с мировым именем. Здесь же учились, скажем, те, которые составили славу советской медицины, например, Семашка. Вряд ли вы найдете где-нибудь или маленький поселок, или город, где не было бы или лечебного центра, или больницы, или училище медицинского имени Семашка. Всегда, везде, потому что он правда был замечательным. Ну, мы не будем политическую составляющую сейчас обсуждать. Он просто был великолепным человеком, очень хорошим врачом и очень много сделал для поддержки нашей, той советской медицины. И плюс к тому он еще был замечательным другом, помощником своих друзей-гимназистов. Он очень часто спасал их благодаря своей, так сказать, политической мощи. Он был очень крупным политическим деятелем в первой половине XX века. Он, в частности, пришли, но много раз спасал. Нельзя не вспомнить о его друге Семен Маслов, который был крупным политическим деятелем. Историки это знают, СССР. К сожалению, он был расстрелян в 1937 году. Я не буду продолжать этот перечень, но вспомнить, конечно, Розанова Василия Васильевича, которого Бердяев, очень крупный русский философ этого периода, и вообще русский философ, называл, что вот сейчас Розанов самый талантливый, даже гениальный русский писатель. И вот все они здесь у нас в Ельце. И, конечно, вот у нас на кафедре среди филологов мы уже выделили и описали, структурировали, ну чуть-чуть, конечно, это только вершина айсберга научного, такое понятие, как елецкие тексты. Ну, среди гуманитариев знают, что такое, это очень культурное, такое широкое, контекстуально широкое понятие, скажем, петербургский текст, это Блок, это Достоевский, это Андрей Билл и так далее, московский текст. А вот мы выделяем елецкий текст. Почему мы так дерзаем это делать? У нас есть основания. У нас есть столько фактов, такая фактология, такое удивительное культурное содержание нашего елецкого, исторического, культурного, духовного, в первую очередь, контекста, что нам это позволяет выделить и научно описывать, и работать в этом отношении над тем, что называется елецкий текст. И вот доминанты этого елецкого текста, его культурной точкой во многом является, конечно, наша мужская гимназия. Не потому что у нее была женская гимназия, она была, но все-таки именно мужская гимназия внесла очень серьезную лепту в науку и культуру нашей страны. Ну, достаточно сказать, что, скажем, Гутягин, один из выпускников, 30 лет был ректором московского университета. Достаточно сказать, что она и духовно окормляла, духовно, сегодня это очень важно, актуально сказать, многих жителей просто лица. Кто попадал в мужскую гимназию? Ну, не только те, которые могли платить, это, конечно, нужно было обязательно, но там сословия были совершенно различные. Были князья, кубушев, например, князь, были графы, конечно, были купцы, конечно, были разночинные вещи, и даже, безусловно, и некоторые представители крестьянского сословия. То есть демократично. И надо еще сказать одно обстоятельство, что когда вышел вот этот декрет правительственный в годы реакции о кухаркиных детях, ну, смысл такой, что бедные не должны получать гимназическое образование, чести нашей гимназии и ее отцов никто не был за бедность исключен. Никто. Никогда. Ну, а я хочу отметить, конечно, то, что я должна сегодня говорить, очень строгие нравы, огромная такая забота о дисциплине, причем неформальная. Но взиратели работали так, даже жестко, я бы сказала. И вот, очевидно, все это привело к знанию, конечно, очень крупные люди здесь преподавали. Хотя сами гимназисты, наверное, в силу возраста и того, что они были свободны до гимназии, очень многие жили где-то в усадьбах, они не могли это сначала оценить. Ну, это понятно, да, дети есть дети. Но я должна сказать, что вот гимназия славилась еще тем, что, например, Московский университет, теперь это МГУ, а раньше это был императорский университет, Центральная Россия, поступало из нашей гимназии самое большое количество абитуентов. Даже больше, чем не только в уездных городах, но и в таких, как губернские города. Столько они поступали. Поступали бесплатно. Ну, я смотрела и анализировала, какие факультеты. Я не буду говорить, это отдельная тема. Но были востребованы те факультеты, какие сейчас модные, скажем, юридические факультеты. Очень многие медицинские факультеты. Ну, тот же Симашко, Масло, куда поступали. Была столгая дисциплина. Достаточно сказать, что, скажем, ни ближним не будем, но ее не окончили в нашем гимназии, хотя бы стали гениальными представителями нашего региона, нашего ельца, нашего елецкого текста. Как начинался учебный день? Учебный день начинался с молитвы. Ну, как в любой гимназии. Начинался молитвой в так называемой гимназической сборной зале, где собирали всех от первоклассных до последних старших классов. Звучал мужской хор, то есть хор мальчиков. Он был очень знаменит в то время, потому что работали серьезно с этим мужским хором, только из хором мальчиков в елецкой гимназии. И они всегда пели особую молитву на каждый день. Вот как в храме при литургии есть какая-то особая молитва, точно так же зеркатно это отражалось в духовной жизни гимназии. Ну, скажем, вот как свидетельствуют гимназисты, в понедельник Царю Небесный, во вторник Отче наш, в среду днесь Благодать Святого Духа, в четверг Благословенный Иси Христе Божий наш, в пятницу достойно есть, в субботу в избранной воеводе. Это как правило. Ну, кто-то из старшеклассников, у кого был хороший те голос, должен был читать Евангелие, как раз то, что читали в церкви в этот же день. И получается, что духовная жизнь гимназии, она шла как бы параллельно тому, что делалось, что чему молились и как молились в наших храмах. И обязательно, если это была суббота, в субботу тогда учились, учились полноценно, читали особое Евангелие, которое читалось в храме, читалось уже законноучителем, законноучителем, и, значит, одновременно была, прочитывалась какая-то проповедь. Ну, очень интересные были проповеди, хотя небольшие. Многие гимназисты вспоминают с удовольствием своего духовного наставника. Он был законноучитель. Это говорил Никитович Силетов. С большой благодарностью, вот Ольга Алексеевна, она писала в этом книге, вспоминали многие учителя этого человека. И когда он ушел из гимназии, то его последователь не был столь авторитетен, и они даже над ним там немножко подшучивали, иронизировали, потому что настолько глубок, профессионально интересен был этот батюшка, что, конечно, по сравнению с ним последователи были более бледными, и на некоторые такие вопросы, каверзные, даже не могли найти ответа. По окончании занятий, по окончании, уже когда дети устали, произвелось бы все по шесть уроков, потому что программы были очень, поверьте мне на слово, я изучала эти программы, это был современный университетский курс. Вот гимназия, даже классическое, гуманитарное образование получалось, на нашем, где-то на уровне третьего нашего курса филологического факультета. Поэтому те, которые заканчивали гимназию, были, ну, если сказать, что они были грамотны, тогда ничего не сказать, абсолютно грамотны, очень широкая аудиция была. Древние языки, современные языки, и так далее, и так далее. И вот по окончании занятий в каждом классе прочитывалась еще благодарственная молитва, обязательно. Ну, заведено было в гимназии, что в каждые праздничные, воскресные дни дети должны были быть у обедния. А под праздник еще у всех вышли. Так вот, сначала гимназистам на службу были у нас классные руководители, тогда были называтели, они описаны, кстати говоря, описаны у Бунина в его знаменитой романе «Жизнь Арсеньева». Он описывает гимназию очень подробно, очень интересно. И, конечно же, у Пришмина в Кащеевой цепи. Он описывает вот этих преподавателей, в том числе и надзиратели, как тогда говорили, водили в Старый собор. Ну, вот сейчас от него ничего не осталось, вот только вот как раз напротив. Он был у нас, где мы теперь находимся, Старый собор, а Новый тогда еще не был освящен. Вот. И они должны были там стоять во время литургии, но тогда в этом Старом соборе служил протерей отец Николай Шубин. Ну, Николай Шубин, наверное, он был хорошим таким строгим настоятелем, и он требовал от директора гимназии, тогда, вот в то время был директором гимназии ЗАГС, Латыш, очень такой по-хорошему жесткий руководитель, не прощал никаких мелочей даже во внешнем виде, там, скажем, гимназиста или в его поведении. Было очень строго. Выгоняли немилосердно. Неважно, кто ты, князь, граф или вообще хоть ты кто, да пусть там родители-биллионщики. Раньше миллионеры не употребляли слов у пришли, например, мать была биллионщицей, как тогда говорил Розанов, его все равно выкинули из гимназии за то, что он нагрубил тому же Розанову с волчьим билетом. Так что такая была очень жесткая дисциплина. Так вот этот господин ЗАГС категорически не соглашался с Николаем Шубиным, то есть с протереем и сказал, что он, что от него требовало, чтобы гимназистов удалили от полтора, где, сказать, они перебегиваются, перешептываются, на что ЗАГС сказал, нет, это наше будущее, пусть они тут стоят, тут, как они стояли всегда. Но был конфликт, в конце концов отец Николай Шубин не уступил и тогда вот благодаря этому обстоятельству мужскую гимназию перевели в Покровскую церковь. И она стала окормлять гимназистов вплоть до 1918 года. Вот у Бришвина дневники остались, потрясающие, он же каждый день был дневник, он описывает, Елец, вот эти, Елецкий край, описывает день за днем, что было в лице, какие были репрессии, сколько было всевозможных убийств, как было страшно, ну, вот вывороченное время. Но, вот если верить, скажем, Нацкому, то до 1900, до начала 1918 года гимназисты все равно были вот в этом соборе, точнее, в Покровской церкви. Она им очень нравилась, им было потом много воспоминаний, очень теплых, очень радостных, именно об этом храме. Покровская церковь воспринималась вообще вот и гимназистами, тут уже говорили об этом, как одна из лучших елецких церквей, хотя уже новый собор начал работать и другие церкви, очень много было храмов. Почему? Вот я цитирую, там было очень красиво, уютно, чисто, тепло, тепло душевно и физически. Там было много людей, которые молились и там легко, самое главное, там легко было молиться. Не во всяком храме так бывало. И иногда такие долгие службы, долгота их даже не замечалась. И, конечно же, пел гимназический хор. И так пел хорошо, что некоторые ельчане специально даже приходили в Покровскую церковь, чтобы послушать мальчиков. Хор мальчиков гимназический хор очень-очень нравится. Этим хором руководил Степан Павлович Федюшин, он преподаватель в нашей гимназии мужской был. И вот это церковное пение. Вот дети, которые пели в этом храме, они как бы заряжались этой духовной силой через музыку, через вот эти ноты. Музыка – это великая сила, не мне говорить в этих стенах. И, конечно, вот это удивительным образом гармонировало их пение с интерьером церкви, с ее главным иконостасом, который был в виде высокого портика. И он опирался на четыре золочевые колонны. Слово, вот эта гармония звука, визуальных вот этих вот впечатлений, иконостаса, золота, всего того, что чем богатых наши православные храмы, все это вот в таком особом концентрированном виде как бы сочеталось и обогащало духовные силы наших гимназистов. Остались воспоминания о торжественном праздновании вообще в Ельце и в этой церкви весной 1886 года в тысячелетии просветителей наших славянских Кирилла и Мефодия Елец очень торжественно отмечал, очень много осталось всевозможных воспоминаний и для гимназистов было еще большое счастье тем, что день был объявлен внеучебным. Они, конечно, радовались, они были в церкви и более того, потом для них устоит торжественный такой вот акт, даже угощали, даже угощали учащихся. И, конечно, очень торжественной была служба по воспоминаниям именно в Покровском храме. Ну, наш Елецкий храм, Покровская церковь, Веденская, вот они вспоминали Бунина, Веденская церковь, называла ее по-другому, в жизни Арсеньева, но он пишет, что в жизни, вот, или о нашем храме, вот, который сейчас восстанавливается Михаил Архаммел, что ничего не было святее для него. Потом в Париже, в Грассе, когда уже совсем почти забыл о том, что было, но вот эти воспоминания были самыми живыми, самыми прекрасными, он в этом признавался до самых последних дней своей жизни. И вот старый собор, новый собор, они оставили глубочайший след в сердцах наших гимназистов, и, конечно, не только гимназистов. И мне кажется, что вот это было тем, что мы сейчас называем духовной прививкой. И она была очень актуальной, она была очень нужна, потому что, вспомните, что началось после 18-го года, 70 лет боговодческой власти, когда небо отдали воробьям и врачам с воронами, и вместо православия был насаждаем так называемый пещерный материализм. Именно пещерный материализм. Потому что вообще материализм как философия. Ну, философия, философия, мало ли какие у нас философии, но это был тот страшный пещерный материализм, который в какой-то степени привел к концу великого государства, как и вот Советский Союз. Вот эта духовная прививка, она прививалась, простите за эту столовую, в том числе в нашем замечательном храме Крова Пресвятой Богородицы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. На затворение, да?